Праздник этот полубиблейский. У нас все праздники, в общем-то, они основываются на Святом Слове Божьем, но этот праздник не описан в библейских книгах, хотя, конечно, нам есть что сказать об этом дне из Священного Писания. Предание говорит нам о том, что Матерь Божия до трех лет воспитывалась в доме своем, потом была отдана в Храм Божий. Значит, это обычный срок для ветхозаветных, более здоровых людей. Мы читаем про пророка Самуила, о том, что он в три года был отнят в груди, и до трех лет кормили грудью, без прикорма, так по-нашему говоря. Ну, может, они уже зубастики, может, там уже что-то там жевали, там какой-то хлебушек, морковку. Но, в принципе, до трех лет женщины имели силу кормить, а книга «Исход» говорит о том, что еврейские женщины были здоровы настолько, что они рожали, не дожидаясь повитух. То есть они сами рожали, как бы там в поле они были, или дома у себя, они не мучились там какими-то сутками, значит, там 10-15 часами. Они рожали сами, еще повитухи не добегали до них. То есть мы имеем дело с какими-то другими людьми, потому что сегодня мы представители чахлого человечества. Хотя у нас прекрасное питание, развитая медицина, а мы с вами дохлики и живем коротко. И как бы вот такое, ну, печаль, короче, какая-то печаль такая большая. То есть люди получили повеление жить 120 лет после потопа. И мы, в принципе, могли бы жить 120 лет, если бы как-то по-другому жили, наверное, по-другому думали. Вопрос не в экологии, и не в, так скажем, ну, не в пилюлях. Вопрос в образе мышления и в образе поведения. И человек не доживает до своей нормы, далеко не доживает. То есть я уже вам говорил, да, о том, что мы читаем это в книгах, что Моисей, друг Божий, что он в 120 лет имел ясный взор, как у молодого человека, физическую крепость, так что он мог бороться с любым юношей. И ни один зуб у него не выпал. Вы видели, ну, вы видели, конечно, вы знаете, во что превращается современный человек к 70-80 годам. Ну, это слабость наша такая, да? А вообще все может быть по-другому. Но не бывает из-за разных духовных причин. Так вот, я это все к тому говорю, что до трех лет кормили мамой грудью. И, наверное, на Анне, и Акиме, и Анне, совершилось то, о чем говорила Сара. Что Сара, когда родила, она была 90-летняя. Тоже еще событие великое. Она, говорит, и назвала своего сына смех. Ицхак – это смех. Она говорит, все, кто услышит обо мне, засмеется. Что 90-летняя женщина кормила грудью, она не просто родила, она выкармливала Исаака. И, очевидно, тоже было подобно и у Анны. Потому что Церковь нам сообщает, что Матерь Божья родилась в старости у родителей. Что они были испытаны бездетностью и уже, как бы, потерявши надежду, что ли, были утешены рождением избранного сосуда девочки этой. Я думаю, что мы не ошибемся, если скажем, что к старости человек теряет какую-то часть своих страстей. Теряет. Страсти не теряются автоматически. Да не будет, что вы так не подумали, что вот я, дескать, постарею, и на старости автоматически побудрею. Ничего подобного. Можно быть старым дураком, значит, и старым нечестивцем. Это совершенно стопудово может быть, как бы, значит, автоматически мудрость не приходит, святость не приходит, страсти автоматически не умирают. И можно остаться и гордецом, и обидчивым, там, и, ну, собственно, не иметь мудрости, да. Но если человек упражняется в духовных трудах, насколько ему это возможно, в молитве, богомыслии, в деятельном исполнении Божьих заповедей, Слова Божьего, то в нем умирают страсти. Умирают. И постепенно человек открывает свою душу для воспринятия голосов оттуда, из другого мира, начинает прислушиваться ухом к этим духовным мирам, и он начинает презирать, в хорошем смысле слова, смотреть дальше, презирать многое мирское, житейское, дурное, суетное, которое не пользует человека. Поэтому, если праведник постарел, то можно надеяться, что в нем, если не все страсти поумирали, то многие. А почему это я говорю? Потому что родить Деву Марию нужно было людям с минимальным количеством грехов. И Аким и Анна тоже нуждаются в искупителе. Христос – это искупитель всех человеков, и без Христа не спасется никто. И сама Дева Мария, родившая Иисуса, сказала, «Величит душа моя Господа, и возрадовайся, Дух мой, обозе спаси моем». То есть Христос, которого она родила, Он есть Господь Спаситель и для нее тоже. Потому что без Иисуса не спасается никто. Но Деву Марию нужно было родить людям с минимальным количеством грехов. Поэтому в старости. Для того, чтобы, знаете, мы сами прекрасно понимаем, что мы на молодое ложе выливаем как бы все безумие свое. То есть это избыток силы и вместе с тем избыток глупости. Это все, значит, на наших первенцах отливается. Это самые бедные детки на свете. Они самые любимые первенцы. Значит, Господь сказал, что первенцы мои. Вообще в Библии так прямо говорится, первенцы все мои. Но они немножко бедные, эти первенцы, потому что в них мы вкладываем все буйство юности. А вот мизинчики последующие, вот эти в конце, которые уже там приходят в мир, они другие. Они как-то умнее, тише, талантливее, спокойнее, к молитве более склонны. Они вообще другие. И на детях патриарха Якова мы это видим, как у него самые первенцы. Рувим, Симеон, Леви, Иуда. Это были самые буйные люди. А уже там дальше, 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 там Вениамин и Иосиф, это были самые любимые, самые набожные, самые кроткие детки. Поэтому здесь тоже есть такая, это жизнь наша. Ее без Библии не поймешь. Значит, и вот в трехлетнем этом возрасте, когда старушка-мама отдаила свою дочку, которую назвала Великая Госпожа. Великая Госпожа это, собственно, что, Мария. Это означает Великая Госпожа. Это имя не было в ходу в человечестве до Девы Марии. Я не знаю, может, где-то там оно появляется, но это не было частым именем. Вообще имена это отдельная тема, насколько они все-таки несут в себе энергию и смысл, и мудрость. Так же, как Иван. Это простейшее такое русское имя вроде бы, там, или немецкое Йоган, там, или американское Джона. Его не было до предтечи. Не было этого имени до предтечи, значит. Иоанн будет имя ему. Значит, такое. И вот эта Божия благодать пролилась через Иоанна в мир. Короче, когда вскормила Анна Деву Марию, она повела ее в Храм Божий. И все представьте себе эту картину. Лестница. В Храме Иерусалимском было 15 ступеней. Не 12, не 140, а 15 ступеней. По этим 15 ступеням был такой специальный обряд. Восхождение по ступеням, на котором читались специальные псалмы. Это, по нашему счету библейскому, это кофизма 18, начиная с псалма 119 до псалма 133. Там так называемые песни восхождения, а по-славянски песни ступеней, то есть песни ступеней. То есть левиты заходили на ступеньку и пели псалом. Потом поднимались еще на ступеньку и пели псалом. Потом поднимались еще на ступеньку и пели псалом. Это восхождение с молитвой, оно символизировало вхождение в общение с Богом. Эта кофизма, 18-я, она нам может быть известна благодаря Великому посту, потому что мы читаем ее на вечернях, когда служим литургией прежде священных даров. Начинается словами «Ко Господу внегда скорбетим и во звах, и услышам я». Поинтересуйтесь сегодня, откройте эту Святую Библию, вот эти песни степеней там или песни восхождения по-русски, они пелись на этих ступеньках, 15-м числом, и Дева Мария, она ребенок маленький, она, как нам доносит Дух Святой, значит, она прям по этим ступенькам побежала. Наверху стоял первосвященник, лестница, и по лестнице бежит ребенок. Это очень похоже на то, как мы должны хорошо закончить свою жизнь. Мы идем по лестнице наверх, наверху стоит архиерей, Иисус Христос, и мы чемчакуем к нему, значит, с радостью. Она забыла маму, она пришла к храму Божьему, ей овладела благодать, и она забыла родителей. А в Псалме 44-м пишется «слышь, чьи и вишь, слушай, дочка, и смотри, и преклони ухо твое, и забудет дом твой, и дом отца твоего, и возжелает царь доброты твоей». То есть красоты твоей возжелает царь. Эти слова на ней исполнились в это время. Я вам так немножко подсыпаю, как бы, значит, пищу, а вы запоминайте. Псалом 44-й, Кафизма 18-й, это все надо будет проживать еще самому потом дополнительно. Потому что мы люди Библии. И вот она, на ней исполнилось это. Она забыла свою маму и папу, как дети, знаете, хватаются за эти мамины юбки и боятся потерять родителей в маленьком возрасте. Значит, в это время ей овладело вот это вот исполнение пророчества. Она побежала по лестнице к этому архиерею, как к родному отцу бы не бежала. Это некий образ нашей жизни. И после этого ее жизнь вступает в некую таинственную полосу, в которой совершается это Божие воспитание. Что маму Христа нужно, во-первых, родить в безгрешии, а во-вторых, нужно еще воспитать ее. А где еще воспитываются люди только в храме? И вот здесь уже тоже, конечно, очень большая тема с храмом, братья и сестры. Во-первых, необходимо попенять немножко нам всем с вами, и мне и вам, что сегодня в храме мало детей. А сама эта история, как вы слышите, она детская. То есть дети должны стремиться в Церковь Божию и забывать все, что за порогом. И они к этому способны. Если мы сделали какие-то очень важные вещи по части. Ну, знаете, что судьба человеческая зависит не от института, а она с дня зачатия начинается. Вот как мы зачнем человека, с какими мыслями, в какой день, помолившись, не помолившись, там, значит, что мы хотим вообще друг от друга, когда мы приступаем к супружескому ложу. Вот с этого момента начинается судьба человека. Потом, если вот в этом, в начале, в этом священном начале и все сикость-накость, то потом уже ничего не исправишь по-настоящему. Ни образованием, ни деньгами, ни физкультурой, там, значит, ни чем-то еще, понимаете. И наши дети должны, в принципе, иметь это стремление к Богу. Благодаря родителям, воспитанию, там, вот, и образованию, и всему-всему-всему. Но, конечно, вы сами знаете, как неохотно молодежь молится. Беда нашей жизни заключается, кроме прочего, всего и в том, что мы начинаем обращаться к Богу только после жестоких ударов, как ослы. То есть Господь, будучи добрым пастырем, хотел бы нас носить на плечах и на руках. Но мы не овцы, мы ослы. И этих ослов он лупит по ребрам, как бы, и мы обращаемся к Богу после жестоких ударов. А иначе не обращаемся. Слезы, горе и печаль. Значит, вот, детки наши в сегодняшний день должны быть в храме полным-полно людей должно быть. Был бы будний день, была бы служба для всей гимназии. А так нужно было бы привести его от родителям детей своих, потому что это детский праздник. Это праздник боголюбия, праздник устремленности к Богу юной души, у которой еще нет опыта греха и нет опыта праведности. Она еще невинная в обе стороны. Но ей может овладевать Дух Божий, и она может устремляться к Господу. У нас есть такие праздники. У нас, например, вход Господень в Иерусалим. Это же детский праздник. В это время взрослые косились, что это он тут заходит с такой властью, с такой силой, что ты тут понимаешь, все его встречают. Скажи им, пусть замолчат, перестань. А в это время взрослые сомневались, а дети воспевали мессианские стихи. «Асан на вышних благословен гряды во имя Господне, Царь Израилев». То есть есть такие моменты в жизни, когда дети умнее взрослых. И на детей действует Дух Божий, а на взрослых нет. Потому что, видимо, у детей нет никаких барьерных переборок. У них нет еще этого грязного внутреннего опыта, который не позволяет Духу Святому действовать. А у взрослых это есть. У детей нет, а у взрослых есть. Поэтому иногда именно детям вкладывается в уста что-то очень важное. Знаете, как это хорошо научить детей молиться? Вот, например, на Руси в монгольские времена, вот в нашествии всякие там беды разные. Знаете, как делали? Детей выводили вот сюда вот в храм, вот под царские врата. Вот так вот ставили их, мало-мало-меньше. Только такие, чтобы разговаривать умели. Там, 5 лет, 6 лет, 4 лет, 7. Взрослели-то раньше, потому что работали с самого детства. Вот эту малышню всю ставили, где-то лет до 7, может быть, там. Но не отроков, именно деток. И священник, например, враг подошел к воротам города. Еще немножко-немножко, и мы уже чувствуем, что нас сейчас всех на копья поднимут. И люди перед смертью молятся, как никогда. И вот тогда люди ставили вот такую малышню, а священник в алтаре говорил слова всякие, такие священные. Там, еще молимся, например, там, а ежи, там, сохраните нас от безвременной жестокой смерти. А эти должны были все повторять, кричать прям вслух со священником. Еще маленькие, чтобы нам это так... Чтобы детскими голосами, слышите? Детскими голосами умолить живущего на небесах. Чтобы Господь Савао преклонился к детскому голосу, потому что к голосам взрослых паскудников он иногда не преклоняется. Скажите, погибель определена и не отменится. Слышали такие слова в Писании говорится? Допустим, в Еремии Господь говорит, и не проси за них, не молись за народ. За царя не молись, за народ не молись, потому что я определил их наказать, и я их не помилую. Но вот эти вот, допустим, представьте себе такую картину, когда греха не знающие дети кричат, что за священник, там, помилуй нас, Боже, повелицы милости Твоей, такое-то, только посмотреть на это все, понимаете? Это не зря так делали, потому что дети могут умолить Господа, если взрослые правильно их воспитают. Значит, взрослые безбожники, то что брать с детей? Если папа живет в Содоме, то ребенок тоже родится в Содоме. Если у папы Содом в голове, то у ребенка тоже будет Содом в голове, и тут уже ничего не попишешь. Но если взрослые хотят жить с Богом, то как-то у них и дети, может быть, повымаливают их. Это такая вообще грандиозная тема для всего человечества. И вот, братья и сестры, это может быть такая главная, вот сегодня из того, что сказано. В принципе, сказано было много интересного. Смотрите, вот дети должны быть в храме, пока не поздно. Дети должны молиться с нами и, может быть, вымаливать нас. И они способны к тому, чтобы иметь какое-то стремление к Духу Святому и к Господу Богу. Теперь еще буквально пару слов, может быть, скажу, знаете о чем? О том, что в раю храма не было. Храм не нужен был, когда не было греха. Это парадокс, но это правда. Там, где появляется грех, там нужен храм. Храм должен быть как лечебница от греха или крепость против греха. В раю не было храма. И в небесном Иерусалиме храма не будет. Иоанн Богослов говорит, что он там этот обзирал, так сказать, этот великий город, сошедший с небес, сходящий с небес, значит, как невеста украшенный для мужа своего. И говорит, и храма я там не видел. То есть в будущем храма не будет. Когда все святое, храм не нужен. Храм нужен тогда, когда мы боремся с грехом. И греха очень много. Тогда мы приходим для отдыха, для укрепления, для зализывания ран, для получения духовной пищи, для озарения ума лучами света, чтобы на нас посвятило это солнце правды, воссиявшее из гроба, Иисус Христос. И мы получаем здесь очищение, питание, вразумление, укрепление и радость. И еще много чего получаем. Это потому, что, в принципе, мы после грехопадения смертны, слабы и печальны. А противоположность всему этому это святость, сила и радость. Оно дается только через храм Божий, через благодать Господа, через святые таинства и прочее. Поэтому нужно ценить храм, который будет у нас не навсегда. Если мы войдем в рай, то мы потеряем наш храм. Ну и хорошо, он отработает свое и закончит свою историческую функцию. Но надо ценить эту рукотворную святыню, потому что Бог благоволит жить в ней. Вообще, здесь нужно, конечно, еще сказать о том, что сам человек должен быть храмом. Как пишет Павел, раз вы не знаете, что храм Божий свят, и этот храм вы. А еще про храм можно сказать, что настоящий храм – это воскресший Христос. Потому что Христос однажды говорил, разрушьте храм сей, и я в три дня построю его, воссоздам. Они говорили ему, 46 лет этот храм строился, и ты его в три дня воссоздашь. А он говорил о храме тела своего. И когда воскрес из мертвых, ученики вспомнили и поняли, что он тогда имел в виду. То есть храм – это такое многозначное значение, это человек, это Божия Матерь, конечно, потому что в нее вселилась полнота Божества телесного. В ней благоволил, Господь жить в ней благоволил. Это не шутки. Первый дом человека – это матка женская. В ней живет человек. И не день живет, и не два живет, а 9 месяцев живет. И питается через мать, и получает от нее все, что можно получить. Это великая тайна. Он дышит ее легкими, он питается ее кровью, ее, значит, тем, что она съела. Он слышит то, что слушает она. Если она курит, он тоже курит. Если она пьет, он тоже пьет. Если она молится, он тоже молится. Он живет. Надо было, чтобы Христос жил в такой чистой утробе, чтобы ничем не оскорбилась святость Божества. Поэтому величие Богоматери, Бога избранная от раковицы. То есть она долго-долго Господь искал и нашел, избрал себе мать. Мы же не выбираем матерей своих, да? Ни родину, ни язык родной, мы не выбираем. А Христос выбрал себе мать, потому что он не мы. Он сын Божий, а мы сыны человеческие. Поэтому, видите, храм, это вообще утонуть можно в этом. Матерь Божия, воскресший Христос, сам человек. Вот. И, конечно, цитадель борьбы с грехом. Это храм. А потом, когда мы войдем в рай, храм больше будет не нужен. Потому что, где все свято, там все храм. Вот зайдешь, например, в осенний лес, там как в храме. А вот сейчас такая зима такая, такая нарядная, такая русская такая. Вот зайдешь опять-таки, захрустишь ножками по тропинке куда-нибудь, только в лесок подальше от дороги. Там тоже храм. Где греха нет, там храм. Бог так мир создал, чтобы мир был храмом. Вот, пожалуй, на этом можно и даже закончить. Потому что, по замыслу Божьему, мир это храм, а человек в нем священник. Представляете? Вот достоинство человека. Николай Сербский говорит, пишет там, что у него в селе дедушка собирал семью на молитву по вечерам. Вот это звездное небо над сербскими холмами и горами. И неграмотный дед, по памяти читающий молитвы, как Моисей, старый, седовласый, и он зажигал кадильницу, и там кадил, что-то там такое, и пел, и читал, и все становились на колени, и молились. И он говорит, потом Николай Сербский говорит, я был во всех великих храмах мира. Я был в соборе Петра в Риме, я был в соборе Павла в Лондоне, я был в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, я был там, я был там, я видел все, что можно видеть, я видел. Но эти молитвы моего деда, неграмотного крестьянина, набожного, это были самые лучшие молитвы, которые были вообще в моей жизни. И вот смотрите, каждый цветочек – это кадильница, каждая птичка – это псаломщик, это небесный хор, они тоже молятся. Вот. И мир – это храм. А вы священники – все. Не только мы священники, а вы все тоже священники. У вас есть тайна крестного знамени, у вас есть тайна святых книг, Библия святая, у вас есть имя Иисуса Христа в устах, надеюсь, и в уме, и в сердце. У вас есть очень много возможностей влиять на Вселенную, как священники. Поэтому вот закончим, пожалуй, сегодня этим. Что тайна Божия в том, в частности, еще и в том, кроме всех тайн Божиих, еще есть такая тайна, что мир должен быть большим храмом, а все люди в нем – священники. Мы должны приносить к Богу духовные жертвы, и горе нам, если мы этого не делаем. Но мы много чего не делаем. Прости нас, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, и помилуй нас. Молитвами Пречистой, Преблагословенной, Матери Христовой, Девы Марии и Богородицы. С праздником! Аминь. Ну, вы вообще поняли, что надо чаще в храм ходить? Что храм – это начало и конец, ну, для нас, пока мы на земле. Целуйте Крест Святой и храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok